ребята всем привет с вами игнат я пока еще в крыму но еду на ту сторону я во влоге сказал что не был я почти полтора года на материке в крыму сижу захотел вам показать отсюда во первых смотрите какая огромная заправка какая у нее тут площадка целое поле блин футбольная но вы смотрите там дофига дофига рядов это тест по моему благоустроена видите вот тут вот все дорого богато красиво но самое главное отсюда видно белую скалу офигенный вид прям вообще не знали где и устроить ну и в принципе он все приборочки прикольные значит мы едем на брау дюрсо что это такое я не знаю вроде как а брау это озеро и буду смотреть вместе с вами как всегда информации ноль в голове ветер будем посмотреть как говорится посмотрите короче тут какое какая беседка и заходим в самую заправку тут целый супермаркет прикиньте какие заправки на тавриде я в шоке смотрите ребята круассаны огромные всего 130 рублей сэндвичи вот эти 130 рублей не в магазинах то стоит по 200 рублей не помимо того что она огромная у нее еще и цены булки по 90 где такое видано о салатов сколько 140 140 покиньте это заправка офигеть ребят здесь даже детский уголок сейчас еще хочу показать какой чай здесь вот да казалось бы часть милиции а на самом деле посмотрите это часть милиции прям не какие-то там ошметки хороший чай у меня такой ролик как будто в рекламу т.с. он у меня заказал начало навигации пункту 1 машинка займите левую сторону короче ребята остановились в туалет сходить вон какая красота крымские пейзажики мы сейчас дальше погоним поедем мы на очередной заправке сейчас предстоит самое такое мы уже в керчи перед мостом практически сейчас скорее всего я пойду пешком по мосту через пропускные там эти системы а я столько камер набрал фотоаппаратов пойду в руках все понесу если чего потому что только я смогу объяснить предназначение всего этого машине если оставить машины то тоже сейчас шмонает но я не мог не взять фотоаппарат большой потому что когда еще в обраудерство надо хорошие фотографии камеры тоже три камеры вот у меня еще какая вещь с собой большая камера надо тоже камеру достать короче ребят пойду с камерами пешком мазафака друзья красота все мы заезжаем сейчас уже в Керчь еще немножечко и будет мост Мы слышали, что тут пробка большая Днем Почему мы ночью не проехали? Потому что ни я не спал, ни никто не спал Мы легли и подрыхли Пока машина заряжалась во уши, мы спали Мы еще даже не доехали до Керча Вот она пробка Короче, все хорошо Тут просто ремонт Еще не проверяет Есть шанс, что мы проскочим очень быстро Снова, ребята, после полиции две полосы Слава богу, это оказалось не пробка прямо до моста А мы уже возле арки Так, надо включать для запрещенных граммок камеру Тут еще такой же крутой спуск вниз резкий Все, мы в Краснодарском крае Здравствуй, Краснодарский край Ничем, конечно, от камня не отличается пока что Смотрите, ребята, сколько арбузов, дынь Короче, цена написана где-то 8, где-то 6 рублей Но я говорю, это замануха, чтобы вы туда заехали А на самом деле они там так же стоят, как и везде 25-30 рублей килограмм А за 6 рублей вам что-то гнилое там дадут Ребят, едем и офигеваем Тут была вторая полоса, тут она вообще закончилась Вот это вот все забросили работы, наверное, года 2 назад Там уже одна развязка была отсыпана песком Там уже весь песок потрескался, прикиньте Все Закончилась стройка Офигеть Взяли бы новый асфальт, положили и все Конструкции эти здесь уже, наверное, хрен знает, сколько стоят Уже ржавеет Представляете, развязку сделали, к ней насыпь сделали А она вся уже потрескалась, потому что бросили это делать Да, а вот какая-то техника есть Техника-то мне покрылась, еще ржавчая сейчас Смешно, блин Вот это вот все и в 19-м году так же было, по-моему Да Проезжаем виноделью с икори какой-то Вот все до самой горы виноградники, виноградники, виноградники Мы уже километра 3, наверное, да, проехали? Даже больше И они все идут, идут и аккуратно так засажены И сама винодельня была А там горы видно Вот сейчас не видно Виноградники вон продолжаются, офигеть Это уже, наверное, от этого Новороссийская телевышка, да? Серпантинчики, ребят, я говорю, как сочинские прям Подъемы Смотрите, как телевышка отсюда смотрится в горах Эпично Дорога такая красивая В общем, ребят, мы еще ездили, катались и заряжались И доехали мы до Кем Юнга уже ночь Сейчас будем ставить палатку Огромная палатка О, у нас у соседей тоже огромные палатки Сейчас все покажу Смотрите, какая у нас палатка крутая Как косметический корабль какой-то А, надо раскладывать эти дуги Хрена она большая Так, сейчас будет происходить Самое важное Самое важное раскладывание Это какая-то, это, шапито получится Огромная Офигеть Нихрена себе палатка Короче, ребята, гляньте Она огромная Сейчас Сейчас покажу, как там внутри Там оказывается еще квартира двойная Видите, тут Первый Первый слой огромный Потом второй слой И тут еще супер большой Как было Тамбур В ней даже есть В этой палатке Куда кабель протягивать Канал А еще есть Трамповские коврики Давай покажем Как они накачиваются Я вообще Ни разу не видел Как эти коврики надуваются Ого, не фак, а их сильно Тут, ребята, знаете В чем дело Смотрите, мы поставили палатку А тут пылище И вон все внутри грязное Ее надо будет оттирать Где-то потом Вай, сколько места Тут четыре человека, блин Он вяжется Больше Какие-то крутые коврики Трамповские Самонадувающиеся Как они самонадувающиеся Ничего не понимаю Я видел, конечно, таки Но как они надуваются Не видел В смысле, как это происходит Да как так Он от того, что воздух попадает Начинает надуваться Да А сдувать его как? Так же скатывать Раскручивать И спускать воздух Капец Как удобно Сколько такой, ты говоришь, один Брал по восемь с копейками Каждый Они там разных же размеров есть Самые большие взял, да? У меня еще крупные есть Они даже Еще застегиваются Они, наверное, к какой-то палатке Прицепляются Каждый Каждый Еще палатки Нет К этому самому Крест-накрест А друг дружки? Ну да Охраняйте Так, а сейчас Вот здесь будем Кипять чай Что-то есть Потому что Тут кафешки Уже все закрыты Все закрыто Хорошо у нас есть Что-то у нас есть Мои фонари Наконец-то пригодились Не знаю Видно, что нет Что-то такое озеро Ну, короче Посмотрите его днем Ребят, мы собираемся Вот она Эта огромная палатка Короче, тут уже Подсобрано, конечно Ну, места Нифига Сейчас хочу показать Пока не забыл душ Блин, да кто это летает Пока не забыл И пока он свободный Если он еще свободный Написано, что душ Работает с 8 Но он уже Сейчас 7 Я уже помылся С самого озера Вон оно Вот они Умывальники И туалеты С этой стороны Сейчас быстро Душ пока открытый Да Видите, тут Что? Короче, еще ничего Но вода стоит Есть здесь Кафе У озера И Вот туалеты И умывальники Я говорю Все, ничего Но вот В этот Душ Когда Зашел я И встал В эту воду Ногами Мне что-то показалось Что там Можно намотать Все, что хочешь Территория кемпинга Я еще не ходил Не смотрел Короче, не смотрел Еще Озеро днем Ой, как красиво Гляньте Это реально какая-то Это Италия Озеро Кома Поближе Шучу Конечно Озеро Абраудерсо Тут ночью Такой звездопад был Такие звезды были Чуть-чуть Получше Вам показать Офигенно Тут заповедник Вода прозрачная Вообще Конечно Тут нельзя купаться Но ночью Все купались Мы тоже купались Красота Везде мангалы Столы Прям много столов У нас тоже есть Вон 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 А еще ребята Тут у всех Такие крутые палатки Вот Крутая там Крутая там Крутая там Все крутые Так Так с такой палаткой Как у меня из ленты Наверное Мне бы тут стыдно было Вот они все Прям разные И все крутые Видно Что дорогие палатки Короче Кемпинг Огонь Все есть Туалет есть Душ есть Не за что отдельно У нас в семье Да В душ Сходить 50 рублей Еще платили Не знаю Может сейчас По другому Ребят Это мы вот Объехали Вот сейчас Сейчас покажу Где кемпинг Кемпинг Он вот Вот тут Вон зеленая крыша Виднеется А это мы Немножко Объехали О так оно Еще туда Между гор Уходит Походу Так прикольно Что Как территория Такая взяла И затопилась Между гор Офигенно Чуваки Он вообще С рюкзаками Классно А куда Вот эта дорога Интересно Идет Ты туда Дальше Не ездил Нет Кемпинг Ага Она наверное Прямо По берегу По всему Озеру А еще Тут вот такие Плакучие Ивы Прикольные Тут вот такой Заборчик Прям приятно Это ж Наша Рица Наша Кома Получается Оооо Ооо Орится Кома А как А как Девочки Тогда Спустились Сейчас будем Снимать Как я Долбанусь В озеро Такому Такому А купающихся никого нет, походу здесь серьезный штраф за то, что купаться. А, хотя вон кто-то, ну никто не купается. Странно, да, в озере есть и купаться нельзя. В Рице вроде тоже купаться нельзя. А как он называется этот кемпинг? А, Абрао Дюрсо, наверное, так и называется. В общем, ребят, по поводу, наверное, надо закрыть леща от КамАЗа. По поводу кемпинга, он так и называется Абрао Дюрсо и свежий кемпинг. Как казалось, это сам Абрао Дюрсо и поставил его год назад, да, ты говоришь? Вообще там не было, год назад поставили. Единственное, что палатка ваша будет зафаканная, потому что там, ну потому что там не на траве, но это такое. Плюсы, это, блин, душ, я вспоминаю наш семейский, там 50 рублей, по-моему, в душ сходить. А он здесь бесплатно, да, туалет, все это, горячая вода, да. Кстати, может и Wi-Fi был, мы просто не узнавали по поводу этого. Ну и стоит 400 рублей с человеком, а машину поставить 100 рублей. Вспоминайте цены у нас с EMIZI в нашем, ну под Аквапарпаком. Там 700 рублей, по-моему, машину было Наташа когда ставила, ставить. И что касаемо самой атмосферы, мы вчера приехали, играла музыка из нулевых, все так, как мы любим. И такое ощущение было, что мы, смотри, как он едет, да? Такое ощущение было, что мы в пионерлагере для 40-летних. Вокруг сверстники, ровесники, музыка с нашей молодостью играет, короче, атмосфера там прикольная. Вот, и сегодня этот один, я тебе не рассказывал, вылез чувак из палатки и орет, ты вылазишь, ёпта или нет, или у белок день рождения сегодня. Я так рожал. Короче, классный кемпинг. Ребят, мы приехали на парковку, тут вон фирменный какой-то винный магазин, смотрите, какая красивая арка. 1870-х год, Абрау Дюрсо это вообще поселок, я еще вчера вечером это понял, но не проговорил, по-моему, не проговорил. И при этом поселке есть винзавод, который тут рулит и который, походу, все благоустраивает, если мы сегодня в кемпинге дожать, то вот пивзавода, молокозавода, винзавода. Ну, вон Федя говорит, шампанских вин. Короче, парковка есть, все есть, там мы идем на набережную, красота. Набережную вон туда заходить, да? Или это винзавод? Винзавод. Ну, ребят, тоже проблема, вот сейчас время 9, и все закрыто еще, прям, ни кофейни, ни кафешки, иран закрывается, и, походу, поздно открывается. Блэк Старбургер? А, вон та стена из бутылок? Да, написано, браузерс. Блин, а вот это-то революционное здание, ну-ка, быстренько глянуть. Ой, какая площадь классная, вон они, часы. Продукты забрал. Сверху, вон какой красивый кантик. Классно. Реально, стена из бутылок. Вот здесь надо, браузерсово. Ох ты! А когда они такое сделали, интересно? Давно. Ну-ка. Блин, наверное, нельзя тут ходить, показать вам надпись из бутылок. Такой дом шикарный. Вот это, наверное, тоже старое мини, что-то. Кочта большая. Ну, в Советском Союзе строили тоннель, наверное, видите, я в браузерсу из бутылок. А, стена сама не из бутылок, да? Нет, она деревяки под вставки держателей под бутылки. А-а-а, прикольно. И выбрала слово. Обранный бутылок. Ну-ка, пойдем посмотрим парадный подъезд. Штаб по взаимодействию в области организации граждан, общественная зарядка. Ну, это типа поселковая что-то, наверное. Вон какая-то инфраструктура, пирожковая, сытная и вкусная. Вкусная и точка скоро будет. Ребята, гляньте, какое огромное здание. Оно из камня. Оно тоже дореволюционное, что ли? А что это было? Центральный вход. В завод? А, ну это как это? Строились в той цели, что это завод будет? Офигеть. И сзади такое огромное. Ой, как классно. Что-то. Николай Аполлонович и Хузла. Короче, это, наверное, какие-то виноделы. Я таких не знаю. До недавнего времени я вообще думал, что это где-то за границей. Я брал дюрсон. Смотрите, фонтан из бутылок. Там в стержне идет вода и все обливается. А, и по бутылкам стекает? Да, по бутылкам стекает и внутри стекает. И каждый может зайти. А, тут уже все такое чуть-чуть проживело. Ну, прикольно. Включили бы они прямо сейчас на меня. А с камерой, да? А, он еще подсвечивается. Короче, ребята, фонтан включили. Видите, прикол в чем? Он как шампанское время от времени. Как будто такое и полилось шампанское. А потом перестает литься. Прикольно придумали. И да, можно постоять. Капец у нас сколько всяких приколюх, о которых ты не знаешь. Смотрите здесь, вон какая площадка. Сколько здесь этих сидушек. А вот эти вот, вот эти штуковины, это качели. Класс. Сейчас опять он сдетонирует. Видите, он с периодичностью. Вот, как будто шампанское пошло. Класс. Очень крутое место. Я прям советую всем его к посещению. Смотрите, ребята, сам технологический процесс. Вон, вот, наверное, это склад. А вот, наверное, и готовая продукция какая-нибудь. В машину грузят. И интересно так все. Прикольно, да, что территорию завода сделали открытой. И как бы ты ходишь, гуляешь. Ну и такой лояльностью ты, наверное, делаешь как бы... Ну, ты тоже открываешься к этому бренду, назовем это так. А куда не пускают, да? Ну ладно, ну и хрен с вами. Попьем Абраудерсу. Ну, опять-таки, я говорю, это я, не пьющий человек. Вон, видите, рабочие ходят и туристы ходят. По идее-то все могли огородить высоким забором, как всегда делают. И все. Короче, получается, это прям от парковки в винзавод. И по идее, вот это все, по идее, могло быть закрытое. Но смотрите, тут везде туристы. Я говорю, реально, они прям лояльность покупателя этим, наверное, зарабатывают. Он моет эти, мостовую, хотел сказать. Такая зелень прям дорого-бограта. Паровозик, который он где-то катает. Хедя говорит, тут озеро недавно выходило из себя. И прям вот сюда выходило. А, тоже видите, как брызги, как будто шампан стоят. И прям по парку вышло. Ой, вот такие вот кусты, как у нас в Мизе, облагороженные. О, смотри, аэрация. Сейчас я уберу кавер и пойдем аэрироваться. Вон он этот фонтан, да? Радуга. Офигеть. Радуга уйдешь. Да. Реально так радуга от фонтана. Капец, как круто. Тут вон домик уток кормить. Е-мое. Вот это место. Да-да, браудер. Что, смотрите, тут фонари. Да тут представления, походу, какие-то даются. Давались, может быть. Сейчас, наверное, ничего не дается. Как круто. С соломкой домики. Короче, ребята, видите, вот этот весь понтон? Вот он. Это фонтан. И он вечером фигачит. А, реально, туда еще дальше озеро уходит. А, вот эта дорога, которую я говорил, куда ведет? Наверное, к вот этим отелям ведет. Да. Вот мы, ребята, были там. Получается, дорога отсюда идет, 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 идет. И вот сюда. Как круто. Церковь еще в таком месте. Я бы, конечно, и в ту церковь сходил. Смотрите, как классно. Как будто это все не в России. Вот только по церкви можно сказать, что это в России. Ну, хотя христианские церкви ходят, где могут стоять. А тут, кстати, видите, такой спуск имеется в виду. Забетонированы ступеньками вниз. Короче, в Абхазии рится. А у нас вон какое озеро есть. Ребят, я серьезно знать не знал. Смотрите, какая красота. Офигеть. Вот она, ребят, семья плывет. Обитатели домика. Смотрите, какие тут водопадики. Такой канал, он прям уходит в этот. В озеро. Класс. Вот катамараны. Вот здесь бы, кстати, на катамаранах вообще огонь покататься. Но ничего. Мы запланировали. Ну, просто в этот раз голопом по Европам. А когда-то доедем на подольше. Прям хочется в кемпинге. В кемпинге хочется побыть целые сутки. Ну, как бы, не одну ночь. Пару ночей. Смотрите, ребят, даже крытые катамараны есть. Вот такой катамаран с рулем. Естественно, сапы-каяки вон есть. Все, все как положено. Теперь уже везде. Это не без этого. Ребят, а тут дискотеки. Я говорю, блин, на эту бы дискотеку попасть. Нифига тут место. Там с пол кондиционера. Кондеи. Стоят. А, ну тут реально можно, наверное, закрыть вот эти вот шторки и охладить его. Да. А, брау. А, каток. Облегченный. Тут зимой каток, наверное? Искусственный. Ну, наверное, да. Да. Зимой, да. А летом танцплощадка? Dance Planet Evolution, да? Да. Класс. Смотрите, вот вам расписание, когда плавают. 400 рублей. Остановка 100 рублей. Округ 400 рублей. Вечерняя прогулка на шоу фонтану в 500 рублей. И вот оно время. Смотрите, ребята. Эти с крышами, они, оказывается, еще столик. Там стоит сзади диванчик. Подставка для бокалов. Да, подставки для бокалов. И смотрите, видите, там можно вперед смотреть, а можно... А это, наверное, не катамараны, да? Это что-то электронное, электрическое? И сидушки вертятся. Видите, вон они повернуты, кожаные. Можно повернуться и все вчетвером, допустим, сидеть за столиком. Очень шикарно. Это маленькие, а вон вообще огромные такие же. Блин, здесь есть классические лодки. Гляньте, как их круто разрисовали. Офигеть. Короче, ребята, красота. Здесь набережная уходит вон туда, к заводу. А здесь вот спуск. Ой, даже ноги можно помочить. Что мы сейчас и сделаем. А кемпинг, он вон там был. Класс. Вода горячая, но нельзя купаться, походу. Здесь тоже никто не купается. А, скользко. Вода, как в бассейне. Время пришло. Смотрите, форма какая, кустов. Я говорю, что у нас в Крыму так не делают? Только в Ливодийском делают. Свежесалатового цвета. Да, и только свежесалатово, свежевырезано, подстрижено. Не рыжий, не пардовый. Шишечки все на месте. Ну, у нас, наверное, вот такой вот... Не больные растения. У нас, наверное, вот такой супер порядок только в этом. В Мари. Да. А тут все в открытом доступе. Смотрите, ребята, цены. Цезарь ролл, гамбургер, шеф-бургер. Цезарь ролл 220, вообще норм. Глинтвейный фруктовый ягодный чай я взял. И латте 200 рублей. 300 граммовый стакан. Вода вся по 100 рублей. И еще тут есть, вон, блинчики. Прикольно. И еще, ребята, вот сырники, я обратил внимание, и картофель фри. Ну, такие цены. А, если вы, получается, выйдете вот с таким видом на завод. Путешествие по озеру Браво. На ретро проходит шампань за хорошим настроением. Смотрите, какой. Видите, как шампанское вот так вот потухнет. Потом потихоньку оттуда, 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 оттуда. А, ну, что-то это все еще подсвечивается. О, они, видишь, все ве... О, класс. Слушай, а эти, которые, видишь, змейкой крутились. Теперь вон, как крутятся. Может, кстати, они даже светятся ночью. Ну, что, ребята, оказывается, это... Вон, еще даже и советские здания тут есть. Хорошо, что не подзбивали барельефы вот эти. До новых встреч в Абрау-Дюрсо. Счастливого пути. Да, мы вернемся сюда. Мы еще не со всех сторон посмотрели. В общем, на следующий раз мы кое-что оставили. Что я говорить не буду. Но когда сюда еще попадем, ролик будет вообще бомбезный. Еще этот бомбезный, этот тоже будет не повтор. А еще тут остались места. Но я вот так вот оставил лазеек для следующего раза. Потому что мы решили вернуться в этот кемпинг, чтобы подучше там побыть. И ночью, кстати, погулять по набережной, посмотреть эти все поющие фонтаны. Сейчас будет... Вот мы уже фигачим по серпантинам, да. Все, ребята. Посмотрели мы это волшебно-чудесное место. Пишите в комментариях, как вам оно, были ли вы там. Вот. Лайкайте видео. Подписывайтесь на влоговый канал. Ссылка в описании. Может, и этот смотрите без подписки. Подпишитесь. Также напоминаю, что я фотограф в Ялте, в Семейзии и по Крыму. По поводу фотографа тоже вся информация в описании. Добавляйтесь везде. Лайкайте все. На сегодня все. С вами был Игнат. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok